Хэтчбэк Hyundai i20 вскоре переживет смену поколений. Премьера новинки состоится на Женевском автосалоне, но корейская марка поспешила раскрыть подробности. По формату следующее поколение пятидверки повторяет своего предшественника. Набор двигателей тоже остался неизменным. Базовым по-прежнему значится атмосферный агрегат, а литровая турбо-тройка доступна в двух вариантах форсировки. По последней моде внедрена мягкая гибридная надстройка, которая помогает при старте и также реализует функцию старт-стоп. Для младшей версии турбо-агрегата она доступна как опция, а для старшей входит в стандартное оснащение. Марка Hyundai не стала показывать фотографии салона, но обещано, что передняя панель будет иметь очень необычный вид, а обивки дверей — скульптурную фактуру. Также заявлено, что дорогие машины получат цифровые приборы, 10-дюймовый центральный тачскрин и дорогую аудиосистему Bose с семью динамиками и сабвуфером. Американские дилеры марки Lincoln потребовали от производителя расширить гамму новыми седанами. Сейчас в линейке остались только модели MKZ и Continental, а основная ставка сделана на кроссоверы. MKZ уже готовится покинуть рынок, а флагманский Continental продержится лишь до 2021 года. После этого марка останется сильной гаммой кроссоверов, но без седанов, что наверняка вызовет раздражение покупателей. Продавцы предлагают взглянуть на Теслу и, по примеру, модели S сделать сильный продукт, который люди захотят купить. Прислушается ли босса американской марки к своим дилерам, пока неизвестно. Продолжение следует...